Небольшой видос с очередным забугорским металлоломом тачкой Значит, Вольво Вот он у нас знак Вольво Значит, состояние движка Состояние движка такое себе, что я купил где-то месяц назад ее Вот он, ремень Значит, какие у него проблемы? Проблемы сразу, ну, во-первых, он весь облитый маслом Здесь, не знаю, видно, не видно Вот, дальше он отключил датчик Ну, вообще, регулятор холостого хода Вот он Он отключен Нету здесь ничего Если он его подключает, обороты сразу 2000 оборотов Система газа стоит Устанавливалось это все за бугром Медная трубка, я так понимаю, давно это все устанавливалось То есть, ну, потому что уже такие вещи не собирают Вот, снимаем вот эту вот штуковину Вот она Ну, то есть, в этом надо Сейчас Вот тут надо извлечь Вот мы ее сюда пока бросим Вот он движок Все маслом облито Единственное, что с этим движком было сделано Это были заменены катушки И поставлены специальные высоковольтные провода Но об этих проводах сейчас отдельно разговор пойдет Так, я хочу просто показать, что все тут облито маслом Дальше Вот он здесь, щуп Вот парень приехал сюда Вот смотрите Щуп Вот он, сухой Как говорится, на ваших глазах Масло Масло Где масло Вот я здесь посмотрю А масла на нем нет Ну и в общем, чтобы выйти как-то из положения У меня есть масло У меня есть масло Отработка Которая Вот у меня тут ЗАЗ написан Это не с Запорожца Это просто у меня с Мерседеса Я там проезжаю Там тысяч Пять меняю масло Ну и оно у меня остается Там типа В Днепр Запорожец До ремонта Потому что у меня эти движки Ну вот этого масла Надо сюда Бахнуть хотя бы пару литров Чтобы совсем двигатель не умер Автор проводов Вот этих вот Перед вами стоит Ярослав Всем привет Расскажи пару слов Пока я тут буду разбирать Ну в общем Насчет этих проводов Могу сказать одно Что Все раньше В советские времена Ставили на медь Ну вот И считалось Очень хорошо Ни у кого Вообще не возникали проблем Почему перестали Ставить на медь Потому что Из-за изоляции виниловой Была плохая Винилоизоляция Она со временем В общем Ломалась Рвалась И соответственно Пробивала на кузов Соответственно Эти провода Опять меняли Но Сами провода Как жило То есть Оно все время Создавало Хороший контакт То есть Силиконовую изоляцию В то время Не ставили Потому что Оно было дорого И никто не мог Себе позволить Но уже Современность Я не знаю Почему Кстати Может движение Из-за того Что сопротивление Вышло Хотя я думаю Что это Как ты говоришь Специальное Старевание На двигателе Ну запрограммировано Так ты скажи Что за провода Это без сопротивления Это неоновая Подсветка Вот идет То есть Они выдерживают То напряжение Которое Должны Выдерживать То есть Они рассчитаны На 20 кг Вот Если Это не Поста Скажем Так Скажем Обычные Там силиконовые Не подойдут Вот И они Идут Идут Плужоны В чем Когда я брал Эти провода Это провода По-моему Немецкие Вот Потому что Есть аналог Китай Заказывают Люди Из Китая Но Жила Пишут одно Тут 0,7 Стоит Так как Оно Должно быть Вот А в китайских 0,5 Ну то есть Человек замерил Ну и плюс Соответственно Качество Вот То есть Тут Все четко Есть Я находил В Subaru Между прочим Такие Такого плана Subaru Один в один У меня Знакомый На BMW Работал Приехал К нему Subaru Точно Такие же Говорит Провода Только Единственное Что тут Написано Subaru Тоже Такие Точно Такой же Толщины Все То же Самое Замеривал Но Написано Subaru Значит Эти провода Стоят На Subaru 600 Долларов Нулевого Сопротивления Всего Лишь Ну Написано Subaru Ну да Потому что Subaru Я думаю Что Японцы Не дураки Тем более На ревессивные Двигатели Ставят Такого плана Провода То есть Соответственно Вот Так как Я там Одного Тоже Посмотрел Я не помню Российский Он ставит Тоже Кстати В Одессу Он кому-то Тоже Отправлял Эти провода Вот И говорит Сама пересылка Ему обошлась Дороже Нежели Он человеку Прислал Эти провода Он их там Сам в России Делает Вот Не Я не помню В общем Не буду В общем Российский Мастер Который Подсказал Эти провода Нашел Эти провода И вот Поставил сначала Своему отцу Отец Сказал Что Офигеть Машина Просто Начала ехать Он снял Хотя До этого Он за месяц Купил новую проводку Поменял новую проводку И сдал мне Старые фишки Вся проблема В том Что старых Вот этих фишек Новых Никто не продает Соответственно Приходится Колходить Со старой проводкой То есть Старую проводку Разрывать И ставить Нормальные Хорошие провода С нормальным сопротивлением То есть Типа Называется Почему ноль сопротивления При 20 тысячах То есть Сопротивления Практически нет То есть Соответственно На свечу идет На каждый цилиндр Катушка Не напрягается Она выдает Нужное Напряжение На свечу Соответственно Зажигается Лучший бензин Нету Перебоев То есть Потому что Если даже Замерять старые Ну Провода В зависимости от длины Кстати Даже самого провода Даже в современных Которые идут На графитовой Стружки Скажем так По другому Никак не назовешь Там От длины Еще тоже Зависит сопротивление В этих Какая бы длина Не была Соответственно То есть Сопротивление У всех Одинаковое То есть Соответственно Двигатель работает Ровно Как часики После этих проводов То есть Как Женя Говорит Насчет воздуха Провода И бензин Да Самые три проблемы Которые могут В движке Быть Ну Почему не заводится двигатель Либо что-то Неровно работать То есть Я считаю Это методом Исключения Тоже Надо исключать То есть Провода Должны быть Хорошими Какой бы двигатель Не был бы убитый Не убитый В общем Никогда не ленитесь Продувайте Свечные колодцы Чтобы не набросать Туда мусора В цилиндры Это Признак Так сказать Джентльменского Отношения К вообще К технике Значит Свечи здесь Имеют достаточно Хороший Неплохой нагар Ну Чисто визуально Зазор здесь Великоват Но ближе к норме Ну то есть По электрической части В принципе Я бы сказал Что нормально Работа Все работоспособна Вполне 0.95 Ну короче Тут где-то 1.2 Даже Так Сейчас мы делаем Так Вот 0.75 Не проходит Значит А вот Да Еще надо 0.75 0.85 И 0.8 Отлично Вот 0.8 Ну да Я покажу Что это щуп Дальше Палец Где тут Написано Чтоб было видно Вот он 0.8 0.8 Все отлично Проходит Ну и так Надо еще Остальные 4 Тысяч Все готово Все готово Да Выжил сцепление И полный газ Нажимай И крутишь Сейчас По команде По команде Крутишь Так Полный газ Нажал Так Нажал Все Так Давай Крути Стоп О Компрессия Здесь у него 13.5 Так Сейчас Так Давай Стоп Так 14 Так Давай Стоп Так 13.5 Так Давай Стоп Так Ну тут Где-то 13.8 Ну короче Компрессия Есть Даже Я бы сказал Может быть И масляная То есть Голова Здесь держит Пока что Вопросов В голове Особых Нет А так Он Обрыт Маслом Это поршневая Уже Так Вот оно Мой Заз Масло Оно Хорошее Ну как Хорошее 5 Отжаре Оно 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 На солнышке Постояло Подогрелось Сейчас будем Лить по щупу Сейчас Посмотрим Сколько тут Не хватало На щупе Пока еще Что-то Не появилось Ну вот Москвич Уже бы Уже бы Стуканул бы Не смотри вот-вот мы видишь на самом-самом вот кончике даже ниже минимума я еще и литр заливал позавчера ну хорошо он вот ниже минимума хорошо он тоже менять так сколько мы уже где-то вот я ум чуть меньше литра вот вот сейчас в общей сложности где-то полторашку туда бахнул вот совсем что было так мы сейчас минутам стечет подождем чтобы она поднялась смотри вот что не крути а как не говоря западные движки масла нету собака а вот еще есть еще это еще так ну смотри вот уже чуть-чуть ближе к середине поджимаем но все равно уже все равно мало да и без масла и без масла он был не масса там было так ну что было плохо у него застучал вкладыш я понял что ты думаешь поменял вкладыш на новый и поехал вот у меня сейчас идентичная ситуация ну смотри еще не максимум ну короче еще еще нет еще не дугу масло у тебя и конкретно живет даже если тут чуть перелить он все равно смотри вот у меня было здесь 4 литра сейчас дожди сейчас мы на свет поставим смотри вот у меня был полный а осталось чуть больше литра хочу я туда где-то литр 3 ну два с половиной в дуб только что ну короче все у тебя сажился ну через поршневую а вот оно масло вот он занялась чуть-чуть выше максимум это нормально это же сожрет там у тебя так смотри 2 где-то и 8 литра я сюда залил да вот видишь от максимум чуть-чуть выше да сейчас наведет так давай здесь не пожалуйста и закускай а можно будет вот так на этой масле проехаться 1000 до сколько хочет то то он часто живет его быстрее чем ты на к ты следи за уровне ты можешь так ездить сколько угодно только за уровнем следи да это у тебя же было пол синтетика нет это синтетика я тоже все так запускай запускаю сейчас я еще буду посмотрю на выхлоп как он как он будет выхлоп на выхлопе у нас нормально идет ты тоже хочешь посмотреть как воде а по газу и так чуть-чуть так бум 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 ну так особо а теперь дай две с половиной тысячи держи постоянно ну слушай и такого чтоб прям вот совсем 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 плохо нету мне кажется его просто до этого не было масла пока глуши да значит мы подключили здесь еще наш манометр благодаря нашим переходникам и все такое прочее так мы хотим замерить давление масла так запускаю его сначала просто на холостых пусть поработает а газовать я сам буду о давление у него сразу четверочка вот давление четверочка так погазуемся слушай ну давление масло хорошее у тебя 4 на холостых но даже не 4 он сейчас еще полу прогреты ну будет где-то то диди где-то около тройки на холостых часом а когда газуешь да сразу до 6 и вырубает так что масло все с коленвалом все в порядке ничего не 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 повредил ничего пока вот это без масла все нормально так что вовремя все глуши пока а а Редактор субтитров А.Семкин